Сегодня Тюменский дом печати официально отмечает свой юбилей. 95 лет назад в городе была создана первая государственная типография, хотя печатное дело зародилось гораздо раньше. Но централизованно выпускать газеты и листовки стали только в 2020 году. Все это время тюменцы не опускались ниже шестого места по Союзу. И как рассказывает Лариса Соловьева, там и сегодня держат марку передовиков производства. Эта машина одна из самых современных на таких станках. Печатается 80% мировой валюты, в том числе и российские рубли. В Тюмени на ней выпускают цветную полиграфическую продукцию. Сегодня это типография – самый крупный современный комплекс в регионе. Сейчас на смену тяжелому труду пришли компьютеры. Но сотрудники еще помнят, как страница газеты весила 50 килограммов. Прежде чем пойти на печать, каждая полоса отливалась в металле, а в столовой за вредность давали молоко. Вручную набиралось на клавиатуре текст, там были специальные матрицы, и отливалась строка, основа была на основе свинца. Производство было вредное. Тюменским печатникам первым среди областей РСФСР было доверено освоить выпуск газет офсетным способом, и в город потянулись специалисты со всего Союза. Так здесь оказалась и Галина Кокшарова. В Тюмени она уже 32 года. В 80-х здесь печатали тираж «Мир приключений». Получить такую книгу можно было только по записи. И стоять в очереди в книжном магазине приходилось год. А в 90-х вместе со страной типография переживала кризис. В непростой период здесь печатали продуктовые и водочные талоны огромными тиражами. И, конечно, не прекращался выпуск газет. Новости сотрудники узнавали первыми. Еще в ларьке не было, а мы уже домой приходили, уже новости знали. Раньше же не было такой информации по телевизору. Она позднее приходила, чем сейчас. Так в 93-м они первыми узнали об обмене денег в три дня. И сразу после работы, пока другие тюменцы только читали об этом, пошли в пункты обмена. Сегодня здесь выпускают 49 наименований газет. Общим тиражом в месяц 14 миллионов экземпляров. Для их печати мы используем пять вагонов газетной бумаги. Это 250 тонн в месяц. А вообще, если взять все газеты, какие мы отпечатали за 95 лет, использованные для них бумагу, то можно обернуть землю по экватору порядка 20 раз. Последняя модернизация в доме печати закончилась в прошлом году. Теперь все станки не старше 2008 года. Есть с чем идти дальше. К столетнему юбилею. Лариса Соловьева, Максим Клюхин. Тюменское время.